Слушайте доктора! Биологическая обратная связь — это метод, при котором человек учится управлять функциями организма. И используются при этом зрительные, слуховые сигналы, что позволяет развить, допустим, навык регуляции своего эмоционального состояния. Сам аппарат состоит из двух основных частей. Первая часть — специальные датчики, которые регистрируют сигналы мозга, то есть электроэнцефалограмму, часто сердцебиение, дыхание и активность мышц. Вторая часть преобразует полученные сигналы, и по этим показателям можно определить функциональное состояние организма, то есть дыхание, сердце, активность работы головного мозга человека. И дальше специалист уже считывает их, тот, кто умеет расшифровывать эти диаграммы, считывает, рассказывает пациенту, что это обозначает. Что обозначает, да, и что дальше можно делать, над чем поработать. На что можно повлиять при помощи этого комплекса? Метод биологической обратной связи мы применяем при лечении как психологических заболеваний, хронический стресс, депрессии, тревожной страхи, бессонницы, синдром хронической усталости. И также при психосоматических головные боли, гипертонии, бронхиальная астма, синдром нарушения внимания и гиперактивности у детей и подростков, энурезы. Анализируется вся информация и выстраивается уже тренировка. Если это синдром дефицита внимания, значит на тренировку устойчивости внимания. Если это тревожность, значит на умение саморегуляции эмоционального состояния через дыхание, например. Обучаем пациента навыкам дыхания, такого, которое способствует расслаблению. И результаты, которые можно получить за счёт таких тренировок, это коррекция психосоматических нарушений. Достаточно быстрая коррекция, потом устранение самой причины заболевания. Также длительное сохранение полученных навыков саморегуляции. То есть человек учится понимать и управлять своими эмоциями, своими внутренними ощущениями. И эти достижения помогают понижать психоэмоциональное состояние и уровень тревоги. Вообще этот аппаратный комплекс, он ведь и для детей может быть полезен. Мы рекомендуется с пяти лет, конечно, использовать этот аппарат при нарушениях внимания, при повышенной активности. Либо если мы берём более такой уже старший возраст, школьный возраст, подростковый возраст, здесь коррекция различных поведенческих проявлений, повышение школьной мотивации, улучшается обучаемость и улучшается успеваемость. Ой, перед экзаменами, мне кажется, очень полезно. Да, перед экзаменами, да, уже в практике такой опыт есть, хорошие результаты показывает в работе. Слушайте доктора! Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.